МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа о том, как сделать сад красивым. И я ее ведущая, дизайнер Ольга Воронова. Сегодня вы узнаете о том, как сделать маленький сад зрительно больше, как организовать красивый цветник, подготовить и посадить декоративный огород и сделать своими руками сумку-пояс для весенней посевной. В каждом саду, естественно, бывают проблемы. Вот, например, маленький сад или сад маленькой площади. Но иногда бывает и другое, сад нормальной площади, но он маловат для воплощения всех наших желаний. Ну, естественно, не можем мы все это на участок вместить. Что делать, даже если он нормальный? Но бывает, что участок нормальный или даже большой, а вот дом на нем действительно большой площади. И в результате полезного пространства для наших идей все равно слишком мало. Получается тот же самый феномен маленького сада. Но ландшафтный дизайн позволяет эффективно решить и эту проблему. И тогда даже самый маленький участок, ну, скажем, две сотки, будет выглядеть значительно больше. Первое решение для маленького сада звучит так. Растворите границы участка. А граница участка – это забор. Значит, надо сделать так, чтобы он был как можно менее заметным. То есть ажурным. Например, как вот этот художественный штакетничек. И покрасить его в светлый цвет, можно даже в белый. Можно, конечно, использовать сетку-рабицу, но это обычное решение. А вот необычное решение – это соединять сетку-рабицу, дерево и какие-нибудь другие материалы, например, вот этот окрашенный профнастил. Тогда ваш забор будет комбинированным. А если еще вдоль него посадить красивые цветы и цветущие кустарники, у вас будет не забор, а просто выставка растений. И от этого перепада фактуры форм и цветов участок, разумеется, будет выглядеть больше, а общая его площадь просто потеряется в ваших глазах. И он будет казаться значительно больше. Следующее решение звучит так – уберите углы сада. Но действительно, они так ясно подчеркивают всю площадь участка, что никуда же просто от них не денешься. И к тому же углы – это такая полезная вещь, сколько всего интересного и полезного можно там устроить. А вот, собственно, этот угол и есть. Правда, незаметно, что это вообще угол. Вместо него появилась замечательная площадка отдыха с балясинами, с поручнями, оформленная как красивый балкончик и даже вот с контрастно окрашенным полом. Ну и форма совершенно не прочитывается, угла. Ну а черемухи великолепные, они играют роль фона для этого уютного уголка. Вот сколько полезного можно изулечить из обыкновенного угла. А ведь это еще не все идеи. Можно и беседку, и детский уголок, можно и баньку даже небольшую, или навес хотя бы, и стульчик, и столик поставить. И все это можно сделать в углах. Углов-то четыре, так что дело за вашей фантазией. Следующий секрет для увеличения площади маленького сада звучит так. Исказите форму сада. Но, как правило, форма сада, она какая может быть? Квадратная, либо прямоугольная. Это значит, что сад нужно насытить формами, конструкциями, объектами, которые будут совершенно другой формы. Но в данном случае, конечно, округлыми, волнистыми, дугообразными. Вот, например, какая-то клумба, на которой я сижу. Она ведь не квадратная. Она круглая, да еще и с различными секциями, которые тоже имеют дугообразные очертания. А такая большая клумба, она, безусловно, отвлекает внимание от того, что границы квадратные. Но и не только сами конструкции. Растения тоже могут иметь определенную форму, как вот эта шаровидная туя. Здесь получается, что круги, дуги, шары. Все это круглые формы. И они искажают прямоугольники. Мы просто их не замечаем. И помимо этого, дорожки должны быть извилистыми, подпорные стеночки дугообразными. Да даже цветники могут быть овальными или волнистыми. Все это только сыграет на увеличение объема вашего участка. Расцвела черемуха. А это значит холодам конец. Пора высаживать в грунт рассаду цветов. Ведь самые красивые цветы, они же в то же время самые требовательные в температуре. Ну а сейчас мы без риска можем это сделать. И посадить в грунт рассаду цветов. Ну а куда мы будем ее высаживать? Ну и естественно, на самые красивые цветники. Вот сколько цветочной рассады я заготовила. И среди них есть как уже цветущая. Вот она, пожалуйста. Уже большие достаточно цветы. Украшение будет. Так и еще такая рассада, которая не цветет. Которая выращивала семян. И вот, как говорится, цвести еще не пора. Но высаживать-то уже самое время. Есть рассада и та, и та. Но высадка рассады – это стресс для нее. И поэтому, для того, чтобы она перенесла этот стресс достойно, и осталась вся, как говорится, на клумбе в целости и сохранности, и зацвела бы вскоре, я должна перед высадкой эту рассаду полить. Обязательно. Это один из секретов прекрасной проживаемости цветов на клумбе. Любой цветник составляется по правилам, а не произвольно. И первым делом нужно высадить в любом цветнике так называемый акцент. Это самая яркая видовая точка. Те цветы, которые наиболее красивые, наиболее высокие, так, чтобы они на их фоне смотрели все основные ярусы, которые будут более низкие, соответственно. Вот у меня как раз такие цветы. Это цинии. Но сейчас-то это только рассада. Естественно, пока не верится, что вот они будут высокие, пышно будут цвести, и будут выше тех, которые у меня уже в цветущем виде, как говорится, приписаны для этой клумбы. Но, тем не менее, это так. И я именно эти цинии буду высаживать как акцент. Но при этом я не буду высаживать их подряд. Я подберу их по цвету, потому что цветовые сочетания – это тоже одно из правил обязательных ландшафтного дизайна. Когда высаживала эти цинии, я наклеила на них вот эти вот этикетки, где написано, что вот эта циния – кактусовидная розовая, например. Ну, а вот эта вот у меня такая же, вот эта уже будет другая, но по цвету она будет сочетаться. Это циния сиреневая, то есть она будет как нежная сирень. И с розовым это, безусловно, будет нюансная гармония, как это называют дизайнеры. Перед тем, как сажать цветы, попробуйте представить, как они будут выглядеть, когда вырастут и зацветут. Какого размера получится взрослое растение и оттенки какой палитры они будут демонстрировать. Затем расставьте рассаду в горшках или плошках по цветнику и подберите наиболее подходящую комбинацию. Итак, растение расставлено, теперь можно приступать к посадке. Однако здесь есть несколько секретов, которые очень важно учитывать. Поскольку я буду вынимать из горшочков, а, соответственно, травмировать корни, что для гарантии я должна обязательно воспользоваться корневином и обязательно опудрить этим корневином корни моей рассады. Без него 50 на 50 будет результат. Это первое. Ну а второе, что я могу сказать, перчатки в данном случае долой. Нужно делать это голыми руками, чтобы чувствовать все малейшие корешки и чтобы очень нежно с ними обращаться и не повредить ни один. Средний план любого цветника составляют цветы, которые по высоте пониже акцента. Значит, они могут быть с более маленькими цветками, но они должны обязательно гармонировать по цвету с тем акцентом, который мы уже высадили. В данном случае у меня здесь есть вот эти петунии. Они разрастутся, будут очень кустистыми, гораздо будут выше, чем сейчас, но они у меня уже в цветущем состоянии, в отличие от тех циней, которые пока себя явно не проявляют. Они в кассетах. Вот они, что из себя представляют. Это растенец с полностью оформившейся корневой системой, которая легко, без повреждений, с кассеты вынимается. Но принцип все равно тот же самый. Корневин здесь, естественно, нужен, потому что не меняют место жительства. Поэтому я сделаю то же самое. Сначала расставлю, а затем посажу. А обрамлением для моего замечательного цветника парадного будут вот эти яркие, разноцветные виолы, смесь сортов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В красивом саду обязательно должен быть красивый огород. И не только должен, но и обязан. Ведь, собственно, огород – это часть вашего сада мечты. Поэтому и огород мы сделаем декоративным. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Красивые грядки должны быть аккуратными и практичными. Вот, например, эти грядки сделаны из листьевницы высотой в две доски. Бока скреплены специальными металлическими уголками для прочности, потому что подвижка грунтов. Всякое бывает на участке, тем более, если он не на ровной местности, а, например, на склоне. И вот такие грядки будут красивыми и прочными, потому что листьевница, во-первых, и так сама по себе, это самое стойкое дерево. А вот моя листьевница покрыта еще огнебиозащитной пропиткой. Ну и, конечно, вот эти уголки. А еще дополнительно она с обратной стороны продублирована отдельными палочками арматуры. Это как и образ жесткости. Поэтому такие грядки 15-20 лет совершенно спокойно простоят. Помимо красивого и прочного обрамления, в грядке должно быть и красивое содержание. В грядку, как в цветник, можно посадить растение фигурно. Лучше всего смотрятся простые геометрические формы. Здесь вам пригодятся старые рамы от картин, профиль от парника или цветные канаты. Ими и выкладывают узор. А затем в эти контуры сажают овощи, которые усиливают красоту друг друга и гармонично смотрятся рядом. Итак, я сажаю в этот контур алый мангольд. Вот он у меня в пакетике. Это семена. Я его сажаю сюда. У него будут красные листья и стебли. Ну а рядом для оттенения у меня будут сизые перья лука на репку. Вот такое здесь, в этой грядке, у меня будет сочетание. Вот я сею мангольд. У меня уже бороздки предварительно проделаны. Вот я его сею. Его можно сеять густо, потому что цель наша получить зелень, а зелень всегда лучше развивается, листовая часть. Тогда посеяно несколько густов. А вот все листовые культуры, их можно посадить очень даже часто. Это будет неплохо. И будет такая пышная куртина. Собственно говоря, вот этот овощ листовой очень часто сажают цветники, оформляют различные изгибы дорожек, сажают садовые модули. То есть этот овощ широко используется в ландшафтном дизайне, если можно так сказать. Вот мы посадили наш нангольд. Ну а теперь берем лук-сивок. Вот эти маленькие луковички. Расставляем их на свободном поле, потому что вот здесь лежат круги от сломанных цветочных опор, так здесь уже сидит рассада лука-порея. Вот она какая. А будет ростом практически с меня. Он будет с этим луком сочетаться. У этого узкие стебли сизые, у этого ярко-зеленые широкие. Ну а здесь красный. Он гольд наш будет. Вот я ставлю луковички. Вот они. И таким образом это будет очень красиво, если смотреть на это со стороны. Давным-давно, 200 лет назад, садовый дизайн уже существовал. Люди и тогда украшали свои сады, очень любили это делать. В те стародавние времена был уже дизайнерский огород, где на грядках сочетались овощи и цветы, а еще различные пряные травы. И этот огород был гораздо продуктивнее обычного, потому что различные овощные культуры увеличивали урожайность друг друга и защищали соседей от вредителей. Вот почему в те стародавние времена никакой химии не было, а овощи были здоровы, и все было прекрасно, и огород был красивым. Многие приемы той старины мы можем позаимствовать и для нашего современного сада, и для нашего декоративного огорода. Там, где декоративный огород, там, естественно, должен быть и декоративный сад, не забывайте об этом. А в декоративном саду первое растение, которое уже дает нас красотой, это, естественно, черешня. Но вообще и плоды у нее замечательные и очень вкусные. И сейчас я дам очень важный совет, который нужно сделать именно сейчас. Вот когда плоды уже завязались на черешне, нужно очень тщательно сейчас ее поливать. Но не меньше шести ведер на дерево, а еще лучше положить под нее шланг. Иначе она сбросит плоды, и вы мало что увидите. Ну и, соответственно, не будет той красоты, которую производит дерево, полностью обвешанное крупными, красивыми, румяными плодами. Поливайте черешню. Сейчас это ей особенно нужно. А у меня уже первый урожай поспел. Это жимолость. Вот эти красивые синие ягоды, они же ведь тоже деталь декоративного сада. И уже практически в саду еще ничего нет, а урожай уже есть. Поэтому не ждите непрошенных гостей, пернатых. Собирайте урожай жимолости. Это главное, что нужно еще сейчас сделать в саду. Витаминов хватит на всю зиму. Весной в саду-огороде так много работы. Посевы, посадки, семена, ножницы, корневины. В общем, все, что необходимо для этого. Вот много разных мелочей. Но куда их девать? В общем-то, по карманам. Но это не очень-то удобно. Тем более, что если огород большой, хочется посадить и тот сорт, и этот, и пятый, и десятый. И куда это все девать, совершенно непонятно. А вот что я предлагаю сделать. Давайте-ка сделаем сумку-органайзер специально для весенней посевной. Ну, чтобы не бегать с горяток постоянно туда-сюда за семенами и прочей мелочью. И сделать это будет очень просто и получится очень красиво. И для этого ничего особенного не надо уметь. А понадобятся для этого различные лоскутки, которые есть в хозяйстве. Лучше всего это будут ситцевые красивые лоскутки. Ну, вот такие, а может быть и поменьше. В любом хозяйстве, конечно, это есть. У любой хозяйки, особенно, кто шьет. И вещь, которую мы сделаем, будет очень напоминать пэтчворк. Сама пэтчворк делать не умею, но мне очень нравится. Но вот такую простую вещь, конечно, сделают все. Кроме лоскутков различных, нужна еще выкройка. Простейшая выкройка простейшего кармашка. Вот она у меня какая. Ну, вот такая вот, симпатичная. Мне показалось, что закругленными уголками будет лучше, чем просто квадратная. Прикладываем выкройку к ткани и вырезаем по контуру. Чем больше будет разных кусочков ткани, тем более ярким получится поделка. Нам потребуется таких заготовок на 4-5 кармашков. Затем сшиваем их на машинке или вручную простым швом. И готовые карманы пришиваем к красивой тесьме. У нас получается вот такая конструкция. Вот он какой. Вот наш пояс-органайзер для весенней посевной. У него разнообразные кармашки, у него есть ленточка. Все очень просто. Вот внутри можно класть семена. Вот я даже положу. Один пакетик для примера. У него виден верх, в результате чего я могу различные сорта сюда выкладывать. И мне будет видно, что такое лежит в моем кармашке. И очень просто этим пользоваться. Без проблем я эту сумку-пояс привязываю на себя как фартук, как мне удобно, потому что, собственно говоря, у меня карманы получаются везде. Ну и теперь в каждой из этих кармашков я складываю свои семена. Вот везде. Причем по сортам можно их поделить. Вот и морковочку тоже сюда. И в результате вот так всюду и ножнички, и скрепочки, и все остальное тоже можно положить сюда. Ну а теперь прямая дорога на огород непосредственно к своим посадкам. Ну что ж, приятно видеть, как сад преображается на глазах буквально день за днем. А я прощаюсь с вами. Это была программа «Сад день за днем» на канале «Загородная жизнь». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»